Жители города торжественно отметили День физкультурника. 24 сентября на площади совета собрались как профессионалы, так и любители спорта. Поздравила спортсмена с праздником заместитель главы администрации по социальной и кадровой политике Наталья Лапшина. Вот это традиционное мероприятие, оно как-никак лучше подчеркивает, что мы за здоровый образ жизни. И если у нас будет здоровое поколение, у нас у всех будет хорошее будущее. Мы очень рады видеть сегодня здесь школьников, всех любителей спорта. И в сегодняшний хороший солнечный день еще раз вам хочется пожелать здоровья и счастья. Пусть сегодня победит сильнейший и пусть старты будут легкими и результативными. Участников соревнований и гостей праздника поприветствовали воспитанники секции по спортивной аэробике. По традиции на сцене состоялась церемония награждения. Почетные грамоты и кубки получили работники физической культуры и спорта, принимающие активное участие в жизни города. А также профессиональные спортсмены, которые отстаивают честь нашего города на всероссийской и международной арене. По традиции в честь Дня физкультурника проводится кросс-нации. Буквально сметая все на своем пути, участники осеннего марафона ринулись вперед за победой. Более 500 спортсменов, представляющие учебные заведения общего, среднего, высшего образования, а также активные жители города собрались на площади советов, чтобы узнать, кто же выносливее и быстрее. Давай, 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 в сторону! Давай догоняем! Давай, давай, давай! Молодец, давай, догоняем! Ещё! Давай, давай, давай! 10 забегов на дистанции 2016 метров для участников практически всех возрастных категорий сегодня определили своих победителей. Это Всероссийский день бегуна кросс-нации. Традиционные ежегодные соревнования, которые мы проводим и в нашем городе. Дистанция у всех сегодня одна. Это массовые соревнования, никакие не отборочные. Здесь основная цель – это здоровый образ жизни, привлечение к регулярным занятиям спортом, в частности, к беговым видам спорта. Самому пожилому участнику соревнований было за 50, а самому младшему всего 10 лет. В данном мероприятии «Кросснация» я принимаю участие уже девятый год. Становилась победителем в возрастной категории. Первое, второе, третье место. В этом году не хотела, но, думаю, надо попробовать, потому что со спортом дружу, со школьностью. С камьи, я всегда говорю детям, спорт никогда никому не мешает. Если вы хотите учиться отлично и заниматься спортом, это только приветствуется, потому что это здоровье, это сила, это красота. Потому что тот, который не занимается спортом, только тот, который ленивый. А лениться мне некогда. Я через день езжу к тренеру тренироваться и бегаю. Бегаю, катаемся на роллерах. Мне очень было тяжело. У меня после гонок болят очень сильно ноги. Победители и призеры в соревновании, соответственно, в каждой своей возрастной категории определились по лучшему результату. Всего в каждой категории пять призовых мест. И за каждый полагался соответственный приз. Само же мероприятие «Кросснация» в этом году далеко не последнее. Городом ежегодно запланирован целый ряд подобных спортивных праздников. Таких мероприятий запланировано несколько, но одно из них это «Кросснация», следующее это «Лыжня России». И также, я думаю, в рамках мы, конечно же, будем включать это сдачу нормативов ГТО нашими гражданами нашего города.